Вот так выглядят капсулы с яйцами улиток-прудовиков на первом этапе своего развития, после двух-трех дней, именно после того, как улитки сделали кладку. Вот сейчас можно наблюдать здесь много всякой живности водной плавает. Вот эти маленькие ракообразные, то есть, я не ошибаюсь, это дафни называется, или циклоп, или дафни, точно сказать не могу, они у меня в банке тут плавают. А вот здесь вот на стенке уже можно наблюдать маленьких улиток. Потом свои тех улиток, которые я заселил в эту банку. Вот тут это их мама, наверное. Они тут у меня хорошенько водоросли поели. Думаю, что это видео будет интересно тем, у кого на дачном участке или просто во дворе есть прудик, может кто-то занимается выращиванием рыбы или просто для эстетического наслаждения, и у кого именно в воде очень сильные заросли водорослей. Совсем не обязательно покупать какие-нибудь дорогие химические средства или физической очисткой пользоваться. Вполне достаточно запустить в пруд именно тех живых существ, которые питаются этими водорослями. Буквально десяток улиток могут некоторое время очистить небольшой пруд, то есть наплодить еще множество улиток. Таким образом нормализируется состояние воды, плюс будет еще дополнительная кормовая база для рыб. И можно даже купить тех улиток, которые держат в аквариумах. Они, может быть, более типолюбимые, но в принципе тоже подойдут для летнего именно содержания. Ну а вот эти у меня в банках с водорослями. А то в этой банке можно наблюдать процесс фотосинтеза, как водоросли кислород вырабатывают. Здесь вот еще личинка стрекозы есть. Водоросли кислород выделяют. Чистый кислород, чистый воздух.